На провозглашение поста, слово первое, спурио. Сегодня Бог призывает род человеческих к исцелению, так как Он через пророка назвал пост исцелением, сказав, осветите пост, проповедуйте цельбу. Иаиль 1.14. Зная, что Адам был изгнан из рая, зараженный уже многими язвами, Бог назначил ему исцелением пост. И совершенно справедливо. В самом деле, чего только не исцеляет пост. Какого душевного недуга не уничтожает. Изгоняя пресыщение и неумеренность, он обновляет сердце. Уничтожая роскошь жизни, подавляет пыль и гнева, и пыл. Утешает жестокую ненависть, снимает бремя вожделений. Уничтожает горячку страстей, изгоняет надменное тщеславие. Отгоняет бессонные заботы, снимает гной из глаз. Ощущает душевные и телесные чувства. Так как этот художник получил силу вращевания свыше от Творца. Итак, кто любит здоровье, пусть усердно предается посту, который не требует платы за исцеление, но еще сам прибавляет награды. Какую же награду дает он? Прекрасно узнать и это. Он дает в награду не оболы, но целомудренные помыслы. Не золото, но добрые нравы. Не серебро, но чистоту членов. Не драгоценные камни, но благоговейные мысли. Не блестящие одежды, но безгрешные телесные чувства. Дает в награду блудницам целомудрия, пьяницам трезвость, скупым седрость, серебролюбцам любовь к бедным, братоненавистникам братолюбия и гостеприимства, молодушам великодушия, а что важнее всего, животворя он приближает к Богу. Ведь невозможно, совершенно невозможно, пребывать с Богом тем, которые прежде не позаботились вращевать себя постом. Так от века одни явились врагами, другие же друзьями Божьими, соответственно тому, как сделало их теми или другими невоздержание или воздержание. Адам, вкусив от запрещенного плода, убежал от Бога, как враг. Каин, не принесший Богу начатков плодов, стенал и трепетал, как враждебный Богу. Современники Ноя, утопавшие в роскоши, возбудили против себя судью, проводившие жизнь в удовольствии садомитяне, как враги Божьи, навлекли на себя небесный гром. Еда воспрепятствовала Исауу стать избранником и получить права первородства. Пища и питье сделали врагом Израиля, врагом того, кто вел их со знамениями и чудесами за вино и хитер, пророк обвинил народ. Вино и пьянство лишало Ирода, дружбы Иоанновой и Христовой. Узнавши тех, которые стали врагами Бога вследствие невоздержания, узнай и друзей Божьих. Узнавши тех, которые стали врагами Бога вследствие невоздержания, узнай и друзей Божьих, сделавшись из отаковины благодаря посту. Авель явил свое дружество Богу, не тем, что насладился от плодов своих, но тем, что принес их Богу. Моихея за то, что постился, получил наименование друга, славного и верного. За пост или я, как друг Божий, был взят на небо? Пророки, за то, что предавались посту, как други Божьи, познали тайны его. Исайя, после того, как постился, созерстал шестокрылатых серафимов. И Зекииль, предаваясь посту, видел многоцитых херувимов, постившихся в Вавилоне, посетил, как друзей, Бог, послав ангела, вверженным в горящую печь, и пророка Аввакума, тому, который был брошен в ров. Благодаря посту, неневитяне сделалися из врагов Божьих с друзьями. Подобным же образом обратился из врага в друга и Давид. В самом деле, когда он любил жену Урию, он был врагом Бога. Когда же смирил душу свою посту, он услышал слова, «Нашел я Давида, сына Исеева, мужа по сердцу моему». Почему Иоанн, сын Захария, был другом жениха? Потому что он пребывал в пустыне, собирая в пищу себе акриды и дикий мед. А почему Анна? Потому что, пребывая в посте и молитвах, она дни и ночи служила Богу. Почему, друзья Божьи, Петр и Иоанн? Потому что, постясь, они вошли в храм в девятый час для молитвы. Почему, друг Павел? Потому что изнурением порабощал плоть свою. Почему, друг Тимофей? Потому что питьем воды погасил пламя удовольствие. Почему, друг Корнили? Потому что, постясь, при содействии Петра получил спасение. Почему, други, мученики за Христа? Потому что они презрели плоть и временную жизнь. Видишь, как Бог призывает народ при посредстве поста не только к исцелению, но и к дружбе божественной, стремясь соделать Адама святым, здоровым, целомудренным, другом, воздержанным, щедрым, скромным и родственником ему. В самом деле, что значит быть другом Божиим? Как не стать родственным Богу? Итак, встань через пост другом Божиим. Сделайся через пост родственным Богу. Не оставайся невоздержанным. Не оставайся врагом. Не оставайся немощным. Не оставайся покрытым ранами. Не оставайся расслабленным. Вот и сегодня предстоит тебе в этой прекрасной церкви, Новом Иерусалиме, Христос. Вот предстоит Четыре десятницы, представляя тебе духовную купель, исцеляющую в течение года не единственного только больного, но целый народ. Вот Иерусалим. Вот Христос. Вот Четыре десятницы, духовная купель. Войди с радостью, насладись весельем, потоками ее. Омой тело, омой сердце, очисти душу изнутри и снаружи ум свой от грязи и греха. Омой Адама, когда услышишь слова Христа. Встань, возьми постель твою и ходи. Разве падающий не встает? Иеремия. 8.4. Стой, имей стопы евангельские, богобоязненные помыслы, щедрые руки, колено непоколебимые, бедра, непричастные удовольствием, чресла свободные от вожделений, бедра и чрева здравыми, исполняя законы Божии. Грудь и сердце чистые, шею и нрав покорные, душу и ум благоговейные, уста скромные, зрение неуклоняющиеся, слух совершенно здоровые и уста, произносящие слова, приятные Христу. Стань таковым, чтобы тебе воспользоваться четыре десятницы, как бы духовной купелью. Ведь того, чтобы ты посредством нее омылся совершенно от беззакония твоего, желает Иисус, землющий грехи мира, желает, чтобы посредством нее ты очистился от греха, получил через нее исцеление, обновился, очистился и снова при посредстве ее пришел в меру возраста. Сказать ли тебе еще и некоторую тайну? Пусть ты к этой не послужит тебе поводом пребывать в надежде на щедрость и благость судьи в дремоте. Христос посредством поста желает возвратить тебе уже возрожденному водой и духом и божественным огнем прежнее достоинство. Вот я открыл тебе тайну врача и судьи. Поэтому прошу и умоляю тебя, не пребывай непрестанно в своем падении, в надежде на то, что ты имеешь готовое средство исцеления. Не делай непрестанно того, что не угодно Богу, только потому, что ты имеешь наготове покаяние, могущее примирить тебя с Ним. Не предавайся мирским удовольствиям, оставляя до другого времени угождение Богу. Немедлень сделать это в надежде на то, что ты имеешь средство очищения. Будущее неизвестно, неизвестен завтрашний день, неизвестен сегодняшний, неизвестно настоящее время. Мы путники в этом мире и называемся не господами, но странниками и пришельцами. Мы не сможем склонить к себе судью тогда, когда пристанем на суд, и когда от нас потребует отчета. Для нас не будет возможности получить в свое распоряжение достаточно времени и хотя бы одного мгновения. Итак, пусть те, которые придут взять душу нашу, не найдут нас, подобно тому веселящемуся богачу, пребывающими в ночи невоздержания, во тьме нечестия, во мраке любостяжания, но пусть застанут нас в день поста, в день святости, в день братолюбия, во свете благочестия, во утре веры, милостыни и молитвы, чтобы, найдя нас сынами дня, они привели нас к солнцу правды, не в качестве воздвигнувших житницы нечестия, но как совершенно опустошивших их. И после того, как мы обновили себя постом и покаянием, благодатью Христа, которому слава и держава вовеки. Аминь.